Российская Федерация продолжает оказывать помощь правительству Сирийской Арабской Республики в борьбе с международными террористическими группировками, действующими на территории этой страны. Хочу напомнить, что с 18 октября уже в течение 44 суток в районе Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России. Российские самолеты не приближаются городу ближе 10 километров. За последние три дня подразделение Сирийской Армии при поддержке отрядов народного ополчения удалось очистить от боевиков 16 кварталов в северной части Восточного Алеппо. В результате под контроль правительственных войск перешли районы, в которых проживает более 90 тысяч мирных граждан. В результате успешного наступления Сирийской Армии была нарушена система оборонительных позиций банформирований. Благодаря этому более 18 тысяч мирных жителей смогли покинуть подконтрольные террористам районы Алеппо. Для них властями развернуты 8 пунктов временного размещения. Больным и раненым оказывается необходима медицинская помощь, все обеспечены горячим питанием. Российским центром примирения в Алеппо доставлены полевые кухни, а также десятки тонн продуктов питания и питьевой воды. Спавшиеся от боевиков мирные жители подробно рассказывают о ситуации, сложившейся в контролируемых террористами районах Алеппо. Все мужское население, включая подростков старше 12 лет, принудительно мобилизовано боевиками. В городе регулярно проводятся акции устрашения в отношении мирного населения. Практически ежедневно публично казнят тех, кто пытается организовать выступления против террористов, либо уйти в кварталы, находящиеся под контролем правительственных войск. Банкформирования взяли под свой контроль все запасы продовольствия. Продукты питания могут купить только те, чьи родственники воюют на стороне боевиков. Социальная инфраструктура практически полностью разрушена. По свидетельству очевидцев, террористы минируют и взрывают школы, больницы и мечети. Съемки разрушенных зданий передаются западным правозащитникам под видом последствий ударов сирийской авиации и артиллерии. Все показания свидетелей фиксируются Центром Примирения и сирийскими властями. Сегодня в Алеппо направлен мобильный госпиталь Минобороны России емкостью 100 коек с педиатрическим отделением, оснащенный самым современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить высокотехнологические операции. В сутки он сможет принимать 420 амбулаторных больных. Российские военные медики, ранее выполнявшие задачи в районе города Пальмира, подключатся к оказанию медицинской помощи жителям освобожденных от террористов районов города. Также сегодня для очистки Алеппо от взрывоопасных предметов в Сирию убывает передовой отряд разминирования из состава Международного противоминного центра вооруженных сил Российской Федерации. В общей сложности в разминировании Алеппо будет задействовано более 200 военнослужащих и 47 единиц военной и специальной техники. Работу в Сирии продолжают специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты. Две недели назад ими был подтвержден факт применения боевиками против мирных жителей в районе Морет-Ум-Хауш, провинции Алеппо, химического боеприпаса кустарного производства, содержащего отравляющего вещество кожно-нарывного действия типа Иприт. Результаты проведенных исследований переданы представителям национального органа Сирии, осуществляющего функции по выполнению конвенции о запрещении химического оружия. По просьбе сирийских властей специалисты Минобороны России проведут исследования в местах возможного производства и хранения химических боеприпасов, освобожденных от террористов в районах Алеппо и окажут помощь местному населению. Осознавая бесперспективность дальнейшего сопротивления, боевики покидают восточные районы Алеппо. Только за последние дни из города вышло 647 членов незаконных вооруженных формирований. Из них 630 человек были амнистированы и отпущены. В отношении 17 проводятся проверочные мероприятия. Как и было обещано сирийским правительством, боевики имеют выбор или беспрепятственно покинуть Алеппо и убыть в контролируемой террористами город Идлиб, или воспользоваться объявленной президентом Сирии амнистией и сложить оружие. В освобожденных от террористов в районах Алеппо складывается сложная гуманитарная ситуация. Уходя, боевики вывели из строя все коммунальные объекты, оставив жителей без воды и электроэнергии. Инженерные подразделения сирийской армии незамедлительно приступили к разминированию местности и восстановлению систем жизнеобеспечения. В ряде кварталов уже заработал водопровод. Офицерами российского центра примирения организована работа по восстановлению социально значимых объектов в целях скорейшего возвращения жителей к мирной жизни. В результате эффективных действий сирийских правительственных войск полностью освобождена дорога Костелло. Таким образом, нет никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи жителям Алеппо. В то же время в российский центр примирения не поступило ни одного предложения об оказании гуманитарной помощи от ООН или других международных организаций. Как будто после изгнания боевиков мирные жители перестали нуждаться в продуктах питания и медикаментах. Мы рассчитываем, что ООН, Сирийское общество Красного полумесяца и другие гуманитарные организации активизируют работу по оказанию помощи жителям Алеппо. Российский центр примирения готов в кратчайшие сроки обеспечить безопасное прохождение гуманитарных конвоев в освобожденные от террористов районы города. Кроме того, Российская Федерация подтверждает готовность обеспечить прием раненых, больных и мирных жителей из районов Восточного Алеппо, остающихся под контролем боевиков. В этих целях нами продолжают содержаться четыре гуманитарных коридора в районах рынка Сук-Эль-Хай, парка Аль-Сакхур, школы Адж-Мунир, а также у мечети Шейх-Саид. Вблизи гуманитарных коридоров организовано дежурство машин скорой помощи и автобусов, которые готовы доставить больных и раненых в медицинские учреждения Западного Алеппо. Мы выполняем взятые на себя обязательства и продолжаем работу по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий не только в Алеппо, но и на всей территории Сирийской Арабской Республики. С лидерами вооруженных формирований и умеренной оппозиции подписано и направлено в Российский Центр по примирению 88 заявочных листов о прекращении боевых действий. Только за ноябрь договоренности о примирении достигнуты с главами 134 населенных пунктов. На сегодня таких населенных пунктов насчитывается тысяча семь. В них восстанавливаются дороги, объекты инфраструктуры и социальной сферы, разрушенные войной, подаются электроэнергия и водоснабжение. Таким образом создаются все условия для налаживания мирной жизни. В населенные пункты, подписавшие соглашение о примирении, уже вернулось более 100 тысяч мирных жителей. И этот процесс продолжается.